Сменили отбойный молоток на вилы. Чувашия приняла шесть семей шахтеров из юго-восточной Украины. Сейчас они размещены в доме для отдыха села Отлашево и трудоустроены на сельхозпредприятии. Как живется новоиспеченным крестьянам, узнала наша съемочная группа. Год для этих семей обещает быть совсем нелегким. Здесь размещены 18 беженцев. Сменив место жительства, сменили и род деятельности. Сейчас они работают на ферме. Конкретно с сельским хозяйством здесь не сталкивались. Мы все, у нас вообще-то край шахтерский, угольный. Все шахтеры. Здесь это все новое. Мы ничего, работаем, обживаемся, привыкаем. Ребята наши себя уже показали, какие они в работе, что они трудолюбивые, трудоголики. Не лежат, семочки не плюхают. Они молодцы, конечно. Руководство из ХПК «Атлашевский» уже работает над тем, чтобы переселить новых работников на съемные квартиры. Предприятие берет на себя оплату первых трех месяцев проживания. Кроме этого, желающие будут отправлены на профпереподготовку в учебный центр «Нева» поселка Кугеси. Помимо взрослых, в «Атлашево» приехали и шестеро детей. Трое из них, получив форму от Красного Креста, отправились в сельскую школу. Неожиданным для них стал урок чувашского языка. Но в целом начало учебного года прошло успешно. Конечно, еще в шоке находимся, еще как в пространстве, как во сне. Как будто это не с нами происходит. Детей в школу определили. Мне понравилось. Я познакомилась с почти всеми девочками в классе. Да, учителя хорошие, интересные очень. Мне и добрые, сразу нас приняли и полюбили. А мне даже подарок подарили. Куклу. Сейчас семьи готовят необходимые документы для того, чтобы официально стать жителями России. Все документы будут переданы в ФМС Чувашии и оперативно рассмотрены в ближайшее время. Планы? Получить гражданство, обосноваться здесь. То есть, они планируются возвращаться? Возвращаться в разрушенный город, там, где голодовка. Нету ни отопления, ни газа, ни света, ни еды. Там уже собаки начали на людей кидаться. Там будущего нет. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика.